Изменения в региональный бюджет, законодательные инициативы из других регионов, поправки к федеральному проекту. Эти и другие вопросы рассмотрели на пленарном заседании Законодательного собрания Тверской области 24 февраля. Всего в этот день депутаты обсудили 18 вопросов. Также был заслушан отчет начальника управления МВД России по Тверской области о деятельности полиции в прошлом году. Подробности у нашего корреспондента. Согласно поправкам, в этом году доходная часть областного бюджета увеличивается более чем на 2 миллиарда. Расходная почти на 7. В частности, на дорожное хозяйство дополнительно направят 2 миллиарда 358 миллионов рублей. На открытие новых филиалов капитальный и текущий ремонт МФЦ дополнительно выделят более 75 миллионов. На модернизацию школьного образования 459 миллионов 493 тысячи рублей. На создание павильона Уржевского мемориала советскому солдату выделят 250 миллионов рублей за счет межбюджетного трансферта из бюджета Москвы. Изменения происходят в связи с безвозмездными поступлениями с федерального бюджета. Более 2 миллиардов рублей поступило. Это ремонт дорожной сети межмуниципального значения на борьбу с коронавирусной инфекцией, на модернизацию оборудования, приобретение лекарств, лечение зарплат фельдшерам и врачам скорой помощи. Это оплата горячего питания в школах детям из малобеспеченных семей. На заседании в первом чтении принято изменение в избирательный кодекс Тверской области. Кроме того, областной парламент принял постановление о поправках к проекту федерального закона, об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. Верхневожье в числе первых регионов стало площадкой для обсуждения этого законопроекта. Теперь область представляет свои поправки в документ. Всего их 9. Основная часть положения законопроекта должна вступить в силу с 1 января 2023 года. При этом до 1 января 2028 года устанавливается переходный период, в течение которого осуществляется постепенный переход к одноуровневой организации местного самоуправления.